И так, всех приветствую! Продолжаем наше прохождение. Так, закончили тут. Теперь пойдем сюда. Да, вот сюда. Спустимся, посмотрим, что тут у нас такое. Готово. Хотя, наверное... А, ну да, можно было и тут пройти, но не важно. Так, ну вы-то хоть не спрыгивайте. Такой закуток тут, конечно, отрисован. Думал, там мало ли значих какая-нибудь есть, но ничего подобного, к сожалению. Ага, вот тут есть. А, так туда не войти, ничего себе. Ну, сейчас мы все вместе точно проверку на заживание пройдем. Да ладно, сколько там? 17, но сейчас пройдем все равно. Так, есть контакт. Так, краска мне точно не нужна. Это тебе. Это в лагерь, это в лагерь. Ладно, стрелу заберем себе. Ага, теперь вас нужно еще как-то вытащить отсюда. А, мне же еще как-то в волшебные принадлежности нужно забраться. Я совсем забыл погуглить все это дело. Точнее, не в волшебные принадлежности, а в типографию. Где она тут? Вот, да, этот балдурский вестник. Нет, серьезно, как квест называется на балдурский вестник? Еще с одной стороны, я бы все-таки на Астриона бы скидал все части капли. А не, я хранил бы их то тут, то там. Ох, 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 что у нас тут? Сейчас бы найти части капли, а вот, нашел, сразу повезло. Капец, мы тут макулатуру, конечно, накопили. Ух, вот так вот. Нет, вот это все я раньше с собой таскал. Просто безумие какое-то. Одних слитков тут, вон, сколько их чисто бери и продавай. Удевать некуда. Ладно. Что там, что там, что там? Все, выходим. А, ну и да, посмотреть надо, как попасть в балдурский вестник. Сейчас гляну по-быстрому. Так, отлично. Я все посмотрел. Оказывается, там все точно так же аналогично квесту с этим господем. С магазином игрушек, что туда нужно залазить в режиме максимального стелс. Делать, соответственно, рекомендуют это за стариона. Нету никаких мирных вариантов решения этой проблемы, скажем так. Ну, я думаю, мы справимся в любом случае, поэтому погнали. Начнем отсюда. Потом пойдем разруливать в фейерверках. Ну, и пока как-то так. Давайте зарядим его на максимальный стелс тогда. Что это за книга у него такая? А, я на него мусор уже всякий сбрасываю. Точно, я забыл совсем. Так, зелье скорости. Ага, где зелье невидимости у меня все? Ага, готово. Писали еще, что где-то сверху есть заход. Ну, вот я его не вижу, к сожалению. Ага, вот он. Да-да-да. Давайте сюда. С помощью зелья полета я туда запрыгнул. Так, зелье скорости, это не то. Танчка. Ну, опять же, тут проблема в том, что в рамках этого квеста нам надо будет там кое с кем поговорить. За Астриону, наверное, это будет сделать немножко тяжелее. У него нет столько навыков убеждения, сколько у нашего персонажа. Блин, сейчас закончится. Ну, давай туда. Оттуда. Ну, бегом. Успел. А, вот мы где вылезем. Понятно. Ну-ка, если повыше. Я и своим персонажем сюда мог запрыгнуть. Я вообще просто не заметил даже это место. Баррикада. О, для почтовых голубей тут даже есть штука. Что, если сломать эту штуку? Вот так. Ага, и вот так туда можно спуститься. Сразу в лифт. Ну, а слушайте, да, я за своего персонажа туда попасть все-таки могу. Тогда делаем по-другому. За Астриона мне здесь надо кое-что украсть. Вот. За своего персонажа я, наверное, все туда вниз пойду. Ну, посмотрим. Если просто там проверка на внимание надо проходить, то это как бы одно дело. Я просто до конца не знаю вообще, что там в этом плане как. Только с повреждениями туда. Так, тогда лучше я отсюда все-таки пойду, потому что мне в этот зал полезнее спуститься. Так, сделаем тогда. Так, Астриона я туда отправил уже. А вот своим персонажам мне сейчас надо как-то туда запрыгнуть. Во. Отлично. Готово. Возвращаем камеру на место. Астрион, твой выход. Капец, у нас тут прям целая операция. Давайте идем к шану. Вообще странно, что меня тут видят. Ну, давайте пробовать. А почему он так показывает, что как будто бы мне вниз надо спуститься. Ну, ладно, это, видимо, он не совсем корректно маршрут прокладывает. И что, меня типа не видят? Ну, кажется, что как-будто бы это немножко не так должно работать Это моя, сейчас Так, ясно, пробуем еще раз Ладно, тогда попробуем своего персонажа спуститься туда Блин, опа А, так она прям на меня смотрит, блин Черт Как же тут все не очень-то удобно сделано для меня Почему ты вообще туда смотришь? Смотри на это место, твою мать, а Так, вообще у нашего персонажа же тоже есть какая-то шмотка на невидимость Ммм, вопрос... А, вот она Отлично Ага, вот это да А, блин, ебаные мозги за мной поперлись Ну, мы их сейчас, наверное, уберем тогда, блин Раз я такую ошибку допустил А вот эта дверь, наверное, это выход наверх Да? Я угадал? Ага Упиваем зелень невидимости и бегом, бегом, бежим Блин, конечно Нам нужно залезть вот в эту корзину И делать это немножко по-хитрому Подойти к ней, сесть на карты Взять вот эту штуку На станке выбрана Набрана большая статья Там у тебя написано много хорошего Да, это именно про нас И забираем еще Отсюда такую штуку и быстро-быстро Улепетываем Все, супер Теперь покажу, что мы там подобрали Ну, тут как раз два осталось Первое Это мы подобрали в дальней корзине за автоматоном Это лучшие моряцкие песни в смущенной русалке В этой статье о жизни врат Балдера нет ни слова о вашем прибытии в город Вот весит она еще за разу аж 2 килограмма Она нам не особо нужна Прочитать ее нельзя Вот А вот это то, что нам нужно Слава отважным героям, победившим генерала Катерика Будь эта статья опубликована Описанные в ней похвалы вашим поступкам Могли бы раздуть вашу репутацию до небес Вот так вот Это то, что нам нужно И, соответственно, в рамках квеста Остановить печатные станки Это нам поможет Так, мы обнаружили в здании газеты Отвергнутую статью Где она сговорится в положительном ключе Если найдем печатный станок Может удастся подменить ее Подготовленный на завтра разгромный материал Угу Вот так вот Что у нас тут интересного Кошель Ой Пусто Газетчик флоут Простая записка без каких-либо изысков Используйте для сборов и ручки газетчиков В конце дня И выдачи сдачи на завтра Лауну Разменных денег больше не давать Если он их теряет То пусть дает сдачу из своего кармана Этвард Нидал Главный редактор газеты Балдурский вестник Это пока на своего персонажа закинул О, а тут нас что? Это мы читали И не забываем Что вон там Нас ждут Эти супер-автоматоны И нам нужно тут дойти Упс Ну конечно У Астреона вообще нет шансов Против этих парней Вау 8 единиц урона Вот это да Так Попытаемся поаккуратнее Конечно Блин Хочется ее Посмотреть Тут все Мы кстати Сюда можем еще попасть Без проблем Если мы этих Пацанов отключим Вот я еще подумал Офигеть Они тут все сломают Ну ладно Видимо придется нам Еще одну Выпидели невидимость Потом можно будет Сюда сходить повторно И все Обшмонать Сюда кстати Можно успеть Добежать Прям впритык На самом то деле Попробуем Ладно Что у нас тут За газета Огненный кулак Срочно набирает рекрутов Вроде читали А Ну да Скрыть Отлично Ух ты Сведения о коллекции Вот так Подождите Не подобрать А прочесть Под обычным отчетом О продажах от руки Написано Эдвард Приятель Я уж не знаю Что ты Подмешиваешь В эти бумаги Но разлетаются Они как корень Стикса В роще друидов Потрясающе Теперь тут Проделаем себе Проход Еще одна газета Элтуриэль В аду Город Провалился Ваверна Куда подевался Туман Его Изгнала Умберли Ужесточены Правила Доступа В верхний город Война Среди Подпольных Торговцев Оружием Слухи Или реальность Легенда Про старину Чомса Скандал Семейства Вантампуров Герцог Ревенгард Отбыл Валтуриэль С официальным Визитом Я короче Сделал прохитрым И я это все Подберу В том числе Эту газету И на своего Персонажа Закину Для коллекции Печатный Станок Тут стоит Видимо Старый Какой-то Только Зарабатывайте Торгуя С искателями Приключений Будь эта статья Опубликована Описанные в ней Похвалы Вашим поступкам Могли бы раздуть Вашу репутацию До небес Тоже хорошая Статья Судя по всему О, хелло Так, это я прочитал Это я прочитал Принимаю современность Так, прочесть Пробный запуск Нового Зачарованного Автоматического Печатного Станка Прошел успешно И мы немедленно Переходим на выпуск Газеты На этом новеньком Устройстве И чтобы я больше Не слышал никаких Воплей о том Что в него Похоже Вселился дух Потому что Само собой В него вселился дух Смиритесь с этим Мы не только Печатаем новости Мы и есть новости Понятно Так, а мусорный персонаж Что у меня кто? Старион? Я на Стариона По-моему, да На нем там книга лежит Как раз Вообще не знаю Имеет ли смысл Конкретно за моего персонажа Читать это все Или сразу всем Это засчитывается Но посмотрим Где тут Газеты 87 87 2 87 Выпуска Так, теперь мы О, еще один печатный лист Что-то такое Похоже Это грамки Завтрашней газеты Многочисленные исправления Отмечены красными чернилами Содержание газеты Вызывает беспокойство Тебе посвящена Целая передовица И в ней тебя Костерят На чем свет Называя опасностью Для города Лазучки И вообще я даже Я даже не обратил Внимание Что у нас Есть вот такая Замечательная статья Самая милая кошечка На свете В этой статье О жизни Врат Балдера Нет ни слова О вашем Прибытии в город Так, давайте еще раз Печатанный лист Попробуем Сколько там нужно выкинуть 10 всего Да что смеяться Одно из исправлений На полях Привлекает Твое внимание Я не знаю Кто там все время Лазает в печатный станок Но прошу это прекратить Вы тратите Мое время Остальное мы видели А забрать ее С собой нельзя Ну ладно Хорошо Ну там снова говорится Про то что в станке Якобы кто-то живет В записке Это подтверждается Так что ну В принципе Ага Так Неловко получилось Надо снова будет Распытаться выйти так Чтобы Не попасться Попробуй тут Блин конечно По звуку Определи Где они идут Угу Так Давайте посмотрим Как он уходит Угу Есть даже рычаг Какой-то Угу Вот они доходят Встречаются взглядом Этот уходит И идем За этим Сейчас тут главное Не прошляпить И угадать Через свое плечо Он будет Оборачиваться О Портреты Горташа Чем мы там Подобрали На базу Касательно Производства Портретов Не отправленное Письмо От Эдгар Эдварда Нила Адресованное Лорду Энвер Гортушу Милорд Я не мыслю Для себя Возможности Оспаривать Ваш приказ Но я боюсь Что вы не представляете Себе всей полноты Картины Если мы полностью Основим печать Балдовского Вестника Хотя бы на 10 дней То наши хваты Влияния на аудиторию Получат сокрушительный удар Да Я понимаю Что портрет Который вы просили Напечатать Это подлинная работа Февраса Да Я понимаю Как это повлияет На ваш имидж Перед очередной Встречей совета Для обсуждения Планов Преемственности Но пожалуйста Подумайте немного На тем О чем вы меня просите Искренне Ваш Эдвард Нидал Главный редактор Газеты Балдурский Вестник Гнусные слова Этой статьи Рисуют ваш портрет В ужасных красках Воистину Ваша репутация Придет конец Если эта статья Будет опубликована Так Официальный заказ На печать В типографии Балдурского Вестника Сейчас вы узнаете Почему мы купили Вам этот дорогой Зачарованный Автоматический Печатный станок Настоящее письмо Представляет собой Обязательный К исполнению Заказ на печать Пяти пачек Официальных Коронационных Плакатов С портретом Эрцгерцога Горташа Вы должны выполнить Заказ Как можно скорее Пусть пресс Работает всю ночь Мы позаботимся Чтобы соседи Не жаловались И следите за контролем Качества Чтобы лицо Лорда Горташа Не оказалось размазанным Или скажем Цвета тыквы Улова Помощник Назначенного Эрцгерцога Не знаю Что за улова Мы его не встречали Еще В общем Тут ничего Интересного И придется Сейчас еще Как-то разик Проскочить Так ясно Ладно Книги эти Видимо мне Не судьба Получить Так Это еще Что Офигеть Прямо под носом Проскочил Так Вот мы и на месте Что за улова Сейчас мы все Это хозяйство Прочитаем Конечно же И поговорим С этим Печатным Станком Я думаю Искатели приключений Надежда для нашего города Будет статья опубликована Ага, понятно Получили бы похвалу всевозможную Так, все, стой здесь Мы все собрали, обобрали Ох-охо Не смешно Мне плевать, кто именно продолжает Портить печатный станок И добавлять ошибки в гранке Я вам всему режу жалования Если это не прекратится немедленно Так, это вроде читали Книги я сразу туда скидаю Так, восемьдесят седьмой выпуск Очередной Балдуран основывает город В основе этого произведения Лежит история Балдурана Знаменитого мореплавателя Основавшего много лет назад Город врата Балдура Текст красочный, но несколько самодовольный И роман был бы ничем не примечательен Если бы не один небольшой фрагмент Примерно посередине В лице Ансура Балдурана Обрел защитник Защитника и И друга Ладно, две Яркой была чешуя Ансура И еще ярче его дыхание Однако, после предательства Слишком душераздирающего Чтобы рассказывать о нем В подобающих подробностях Ансур скрылся под камнем И название местности Где он теперь сидит Навсегда изменилось Чтобы соответствовать славе дракона Книги я сразу на своего персонажа Скидаю все Потому что, скорее всего, я мог их читать И это я узнаю только если А, доступный восток, седьмая часть Вот седьмую я вроде не читал Как раз таки Разрушители проклятий Или создатели Гнусные слова Эта статья рисует ваш портрет Ну, понятно В очередной раз Какое-то говно-то у нас написано Статья с пометкой на стол редактора Которая так же и не попала в печать В нашем городе угнездилась болезнь Дорогой читатель Она сочится в нашу В уши советую В комнатах за закрытыми дверями Громыхает по нашим улицам В стальных автоматах И льется сладкой патокой Со страницы этой самой газеты Гниль, имя которой Лорд Энвер Горташ Поганит само сердце нашего города И автору этих строк Стыдно работать в издании Нет в пропагандистской дешевке Которая позволяет Инфекции распространяться В этой истории много неприглядных подробностей Дорогой читатель И мне не терпится Ими с вами поделиться Да-да, с вами Эдвард Считайте это моим заявлением об увольнении Холли Фаус Журналист-расследователь Мы вроде читали это Так, уведомление об увольнении Уважаемая госпожа Фаус Балдурский вестник поощряет атмосферу Открытых и честных дебатов В вашем отделе новостей Но мы не потерпим теории заговора Угроз и клеветы Ваши действия и само ваше присутствие Создают на рабочем месте Нездоровую обстановку Противоречащую принципам журнализма И поэтому, хоть и не приносит мне радости Мы... Вы... Вы не оставили нам выбора Я не принимаю вашего заявления об отставке С этого момента вы уволены без выходного пособия Если вы продолжите преследовать меня Наших сотрудников Или любого из наших щедрых спонсоров Я обращусь в соответствующие органы Всего наилучшего Эдвард Нил Главный редактор газеты Понятно Старая страница Балдурского вестника Да сколько можно шуметь В последнее время Наш славный город Просто наводнили самые разные Трескучие и гремучие фейерверки Это ужасно утомляет Мой дом словно на поле боя оказался Подпись Очень усталый горожанин Привет от фейерверков Филогира Уважаемый горожанин Пожалуйста, напишите нам свой адрес И мы отправим вам целую коробку вертунов Горесветов и искропалок Чтобы поднять настроение А еще лучше загляните в фейерверки Филогира сами И мы вместе сможем Покопаться в наших новинках Мой дорогой Этвард Новый подарок от почтенного лорда Гортажа уже превзошел все производственные рекорды, установленные обычным печатным станком Умные все-таки коротышки эти, гандийцы Жаль только, что их литейная так портит вид Нет-нет, мы полностью поддерживаем гандийцев и их фантастическую стальную стражу Мы за прогресс На самом деле, можно сказать, что литейная даже подчеркивает красоту Серой Бухты Ох, я чувствую, что на подходе статья о путешествиях Обнимаю Этвард Нил Понятно Добрым жителям Фейруна Вот это вроде читали Листовка от имени церкви Огмы, владыки знания На ней печать бревика Фейнора, наивысшего мастера знания из храма развернутого свитка во вратах Балдура Добрые, благочестивые жители Фейруна Во-первых, в первых строках во имя самого владыки связующего Позвольте мне поблагодарить вас Последние сотрясшие королевство события, которые стали известны под названием второго раскола Отмечают времена больших потрясений и замешательства Боги низвергаются и возвышаются вновь Обретаются потерянные континенты И само плетение содрогается, когда планы выстраиваются в новом, все еще таинственном порядке Подобный хаос часто ощущается как оскорбление священной тяги к истине и знанию, к которому призывает Огма Тем не менее, при помощи бесчисленных свидетельств очевидцев, полученных нашими агентами от дробопорядочных людей по всему континенту Церковь сообщает, что наконец начала складываться более стройная картина этих диких лет В связи с этим мы просим вас более не направлять в наши храмы материалы по этой теме без запроса с нашей стороны Несомненно, любое знание обладает ценностью, а в глазах владыки связующего Однако мы уверены, что никакие грядущие события, способные изменить судьбу мира Не могут быть предсказаны по форме, которую принимает облако трубочного дыма Или в результате гадания по помету деревенского стада Настает новая странная эпоха, и мы смиренно просим вас обращаться за божественным, откровенным настоятелем местных храмов А также направлять соответствующие материалы к ним Ваш вечно ищущий Бревик Понятно Бревик Фаенор, слуга Огмы Давайте посмотрим, какие книги мы читали Которые у нас там Так Это письма Письма Гандийский отчет об исследованиях Прочесть Ты просматриваешь гандийский отчет, касающийся темного проклятия Ориентиры на местности зарисованы весьма искусно И особое внимание уделено областям, где проклятие наименее плотное Что интересно, отчет заканчивается рекомендацией какому-то верховному изобретателю Эта рекомендация гласит Верховный изобретатель, эта местность не поддается восстановлению Неоднозначность и проклятие делают его непостижимо смертельно опасным Мы вроде читали, кстати По общему мнению нашего отряда, данная область должна быть обозначена на гандийских картах Как запрещенная к посещению А все дальнейшие экспедиции должны быть немедленно остановлены Прекращены и в дальнейшем не рассматриваться Так, руководство по гандийскому автопечатнику Гандийский автопечатник, руководство пользователя Использование автопечатника, прогресс двухступенчатый Шаг 1. Загрузка передовицы Напечатать тираж теперь стало элементарно Просто откройте крышку печатника и положите в него вашу передовицу Как только печатник будет загружен, он оживает и начинает выдавать копии газеты Пока не закончится либо чернила в резервуаре, либо бумага в лотке Шаг 2. Бесконечная прибыль Теперь, когда у нас в руках есть тираж вашей гениальной газеты Осталось доставить отпечатанные копии широкой читательской аудитории А она вам понадобится Учитывая, какое огромное количество копий может выдавать это замечательное устройство Так, официально... Официально-неофициально история цирка Отрывок из книги официально-неофициальная история цирка конца дней В котором рассказывается о последнем приезде цирка во врата Балдура Главной звездой цирка, как и на протяжении последних 10 лет, был Пышка-кочерыжка Он выступил с обычной программой Фейерверки из задницы Щелканье курицы и фирменный фокус с пирогом в ухе Публика смеялась и хлопала Но выступлению не хватило искры Было видно, что Пышка совсем не в духе Наконец, он пригласил на манеж добровольца из публики И вызвался неприметный мужчина с рыжеватыми волосами и застенчивой улыбкой И тут все поменялось Мужчина чувствовал себя на арене цирка, как рыба в воде Он сыпал шутками и молниеносно отвечал на подачки язвительными репликами Публика была в восторге И мы все хохотали до слез К концу выступления я совсем забыл, что он пришел посмотреть на Пышку Хозяйка цирка, очаровательная мадам Лукреция, умная женщина И она сразу разглядела в этом мужчине звездный потенциал Даже в таком грубом и неограниченном виде Прямо на манеже она предложила ему работу Когда он смущенно согласился, толпа разразилась аплодисментами Я уже тогда понимал, что стал свидетелем исторического момента Этого мужчину звали Норрис Гринни Но гораздо больше он стал известен под именем Клоун Капля О, ничего себе А вот это мы читали? Герцогский вестник А, да-да-да, пропагандистской дешевкой читали Так, власть Эрцгерцога верификация Власть Эрцгерцога верификация Листовка компании Гортажа в Эрцгерцоге, которую раздают волонтеры Когда Лорд Гортаж станет Эрцгерцогом, на первом месте у него будет стоять верификация Получать преимущество и льготы для граждан врат Балдера должны только те, у кого есть на это право Нет, ничего важнее Угу Так Еще две книжки осталось, да Доступный восток, часть седьмая, офигеть вообще Тхай прекрасен, люди здесь очень благожелательны Мне все рады Рашемен сейчас для меня пустой звук Каратур ничего не значит Мои странствия окончены Приезжайте к нам, друзья, прошу вас, приезжайте в Тхай Тхай великолепен Райан Форбек О, вот мы и дочитали серию про восток Так, основание врат Балдура Сокращенная версия популярной истории врат Балдура Которую Пламандон написал в легком и разговорном стиле Более понятном, чем большинство научных трудов Например Уютный полумесяц суши, описывающий серую бухту Заселили не менее полторы тысячи лет назад Его облюбовали миролюбивые рыбаки и собиратели ракушек А также куда менее симпатичны контрабандисты и откровенные пираты Но постоянного поселения здесь не было до тех пор Пока один удачливый авантюрист по имени Балдуран Не вернулся из морской экспедиции с трюмом полным золота Свою добычу он щедро потратил на постройку верфей и складов вдоль набережной И на высокую гранитную стену Змеющиеся по склонам, чтобы защитить город от набегов грабителей с полей мертвых Вот это да Ну-ка, где у меня тут еще что-нибудь задвоилось? Ой Да, добрым жителям в Файруна я все-таки читал, кто бы мог подумать Так, а где у меня серия книг «Доступный восток»? Не все в одного цвета, насколько я помню В ряд идут Он? Нет Он? Нет Вот он Да, семь частей Семь же раз Три-три-семь, да Супер Потом сходим в лагерь, посмотрим, какие у меня там, может, в сундуке задвоились книжечки Так, вернемся к Астариону, собственно, да Ну-то совсем про него забыл Так, сохранились Тут стоит бедняга, перегруженный Но мы это все скинем, потом в этот, господи На базу, нам не обязательно это все с собой постоянно таскать Ты подходишь к печатному станку, обращая внимание на пятна чернил и замысловатые шестеренки Однако, прежде чем ты успеваешь подойти ближе, станок начинает говорить Эй, Бестолыч, поди сюда Так и думал, что я тебя узнаю Доли, Доли, Доли была права Ты какой-то плюгавенький Это я схожу с ума, или ты говорящий печатный станок А, нет Дай-ка я угадаю, очередная фея, которую нужно освободить Да не нужно меня ниоткуда освобождать, дурень Этот печатный станок просто отпад У нас в стране феи близко подобного нет Это моя кисть и моя забота превратить все, что есть в этих больших родливых блоках статей В изящную печатную работу Я настоящий мастер пера Доли только о тебе и разговаривает Героя, мол, ты герой, это Герой тут, герой там Привет, герой Ты вот знаешь, что в завтрашнем выпуске тебя ужасно мерзкой грязью поливают И раз уж ты так любезно освободил Доли, может Тоже я окажу тебе услугу? Почему бы нам не поменять передовицу? Мы вполне можем загрузить что-нибудь менее порочащее твою репутацию Угу И как нам это сделать? Ну, первым делом надо выгрузить старую мерзкую передовицу Вот так А теперь надо добыть новую статью, чтобы заменить ее Где найти все необходимое, чтобы напечатать новую передовицу? Слушай, я и так уже вовсю помогаю, уверен, ты и сам разберешься Как там в старой поговорке, наше дело не вопрос создавать, а печатать или умирать Ну, или что-то в этом роде Ага Это снова ты Ну что, устроим раздрай? Ага Так, а еще я хочу выпить зелье чтения мыслей И поговорить с ним еще разик Офигеть, оно у меня даже как раз под рукой было Ну, давайте тогда спросим, откуда он знает долю Мы оба любим соленое словцо Она обычно кричит, а я пишу Угу, понятно Понятно Ладно Ничего там полезного Что будем печатать? Давайте про то, как мы Катерика разъебали Мне кажется, прям замечательная статья Лучше и не придумаешь Точно? Точно, точно Слухи о моих деяниях сильно преувеличены Так, остановить печатные станки Ага Мы подменили разгромную передовицу Балдурского вестника Найденную тут же в здании, более нейтральной Завтрашний выпуск газеты уже не подпортит нам репутацию А почему более нейтральной? Подождите, что-то я не понял Еще раз Хотя в статье с Катериком тоже говорится Что она нам репутацию до небеса должна поднять Ну ладно, хрен с ним Пусть так будет Вот это гараж они должны оценить А, должны знать, ну не суть Так, а вот эти все можно убирать А то они безумно тяжелые Незачем их таскать У нас так весь клоун капли, который хер его тучу весит Ладно, хорошо Что еще, что еще мы тут хотим сделать Вообще, да, я бы тут, конечно, все вот это потрогал бы Все, что тут лежит на полках Но только тогда, когда я этих гадов отключу И надо потом будет не забыть сюда сходить Вот А на данном этапе мы пока А, я не могу телепортнуться отсюда Вот это, конечно, подстава Блинский блин Вот это блинский блин Придется, значит, на корячихах отсюда все-таки выбираться Ну, попробуем Что делать, выбора нет Время для дискрэш Хотя, конечно, в теории я бы тут успел все обобрать Вот так вот туда, туда, сюда Что я там хоть подобрал Какую-то херню очередную Угу О, иду Опять восемьдесят седьмой выпуск Этот дурацкий Который не складывается в одну ячейку Почему-то Что там хоть за книжки Давайте глянем Ммм, ясно, мы это читали Ну, все-таки, как удобно-то, а Как читал Угу 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 КОНЕЦ Да, тут надо успеть А, то есть если я встаю на ноги, они все-таки сразу оборачиваются у меня Вот гады какие, а И ведите на них Еще раз Ой, да почему Ладно, короче, вылезу отсюда и продолжим Так, ладно, я вышел отсюда, но, к сожалению, как-то не пытался тут все книги облутать Это фактически невозможно, ну крайне сложно, скажем так Вот, но Что бы я хотел сделать Что бы я хотел сделать Это еще залезть в кабинет Главного редактора Ой Вот это да Давайте в него лучше ключик придем Упс Хотя успех, казалось бы Ну давайте тогда просто взломаем Дверь Так-так, что у нас здесь ключ есть Который мне уже не сильно-то и нужен Ага, книги Обязательно потрогаем Что еще? Ну, что-то так себе, конечно Конечно Так-так, закидываем это все в нашего персонажа И читаем Про павлина вроде тоже читали Так, королева главарей Прочесть Похоже, что наемники огненного кулака Собрали огромное количество сведений о девяти палой Ее воровской шайке Известной как гильдия Здесь рассказывается про некого тяжеловеса По имени Тузгронт Который охраняет Интересующий огненный кулак В ход На самом деле Очень подробно описывающий Боевые возможности гильдии Как-то отмечают Все это достаточно На смешливом тоне Очевидно, кулаки Считают Тузгронта И подобным ему Преступников Не самыми сообразительными ребятами И далеко не самыми опасными Но вот девяти палая Они не пишут Угрюмо И испуганно Логично Так, напоминание Об увольнении Малика Не забыть На этот раз Уволить Малика По-настоящему Он настолько слетел С катушек Что уже не смешно Мой добрый друг Этвард Дрожащий мой Этвард Я заметил, что Несмотря на Представленное мной Новое оборудование Качество твоей работы Стало в последнее время Сильно хромать Ай-яй-яй, Этвард В комплекте с этим Письмом Ты найдешь Мой свежий материал Для экстренной публикации О неких опасных Проходимцах Которых зачем-то Пустили в город Займись им Срочно И давай Я больше не буду Слышать от тебя Ничего про вмешательство В мою редакторскую политику Потому что И твоя политика И ты Теперь принадлежат мне В лучших интересах Города Само собой Понятно Открытое письмо Об угнетении Павлинах Написано Дрожащей от ярости рукой Это письмо Редактору Балдурских Ага Вроде читали Балдурских блудней Желтой газетенки Знаменитой Скандальными статьями Ваша позиция Выгораживающая Смехотворные ограничения Принятые в городе Относительно Животных Представляющий Представляется Мне недостойной Нет Чудовищной Не пускать в город Животных Крупнее павлина А да Мы это читали М-м-м-м-м-м Так, надо ключи еще причесать в инвентаре. Все, супер. Так, теперь нам всем надо телепортнуться отсюда. И чуть-чуть прибраться. Так, у нас всех телепорт... телепорта нет? Нет, только меня. Но Астриона тоже надо оттуда портнуть. Ты еще жив? Так, это прогресс. Вставай, давай. Ну что, поздравляю, в теории мы тут все сделали. Не знаю, только, видимо, квест завершится на следующий день, когда мы... Ну там, поспи, мы увидим результаты наших действий. Ну, думается мне, что примерно так это работает. Так, че еще, че еще? Надо сходить из сундука, достать всякие повторяющиеся письма, продать их. Да, наверное, как бы и... Будем таковы на этом. Ох, капец, конечно, что-то всего у нас. Да, все-таки мы действительно читали эту штуку. Пропуска. А, ну пропуск пусть лежит. Офигеть, он 4 килограмма весит. Тоже продадим. А, все остальное так я для коллекции храню. На мусора, конечно, запредельное количество. О, а почему тут ячейка пустая после того, как я его упорядочил? Угу. Странно. Надо было, блин, Shadow Heart вернуть себя в партию. А то у меня все-таки Джохейра не сильно так раскачано, чтобы ее с собой таскать. А кто у меня тут торгован-продаван? Помню, тут какой-то чел рыбами торгует. Но это как будто бы немножко не то. О! Волшебные принадлежности пойдем. А, да и вообще там на площади есть и чувак, который торгует всякой херней. Мы ему сейчас и парим. Вот он. За милую душу сейчас он все это сгребет у нас. У него денег, правда, наверное. Хотя нет, еще аж у него есть. Вот тебе куча-куча-куча газет. Отлично. Ну, вроде бы все, избавился от кучи мусора. Все остальное я... Нужный мне мусор. Так, на этом тогда я предлагаю закончить. В следующей серии мы тогда пойдем стелсить в фейерверке. И как будто бы все вот на этой стороне мы, можно сказать, исследовали и закончили. Но по дьявольской доле я пока не пойду. Я немножко оставлю этот квест, потому что он там не так прост, как кажется. Ну, или, может, в следующий кассадору сходим еще. Посмотрим, в общем, подумаем. Но то, что в фейерверке следующим заходом это прям 200 проц. Вот, так что до встречи и пока-пока.